Здрасте. Продолжаем проходить игру город Халлибуд. Всем приятного просмотра. Спасибо, Вигеймс. О! Где дом? Граффити. И какой смысл спрашивать, где наш дом, как будто у нас есть еще какие-то варианты? Не могли просто записки разбросать? Интересно, снова Хранители Света или просто кто-то стиль копирует? Узнаем ли мы, кто они на самом деле? Ты давай мой... философ. Оказывается, я должен быть. Я думал, он как-то сам справится. Нет. Без моей помощи никуда. Хорошо. Спасибо, Саня. Отлично. А, это же конец дня, что ли? А, вот она. Слушайте, тут такое дело. Профессор. Профессор, вы не поверите. Почему меня это не удивляет? Синий камень исчез. Ты нашел его и потерял? Его украли из магазина Томми. Это очень досадно, Гарольд. Знаю. А, да, еще у меня есть два сообщения от Сайруса. Что же он передал? Он сказал... Привет. Привет. И это все? Да, только это он сказал, что вы поймете. Признаю, иногда этот хитрец хорош. Упрямый, как осел. Что такое осел? Гарольд, не начинай. Нужно придумать что-то в отместку, то есть... сделать важную работу. Что мы будем делать? Мы? Это мне нужно придумать. Мадам директор, вам стоит об этом знать. Я слушаю. Наш новый Буй, мэм, он поймал сигнал, и у нас есть основания полагать, что этот сигнал идет с земли. С земли? Вы определили дату отправки сигнала? Да, мэм, его отправили в 2102 году. Спустя 126 лет, после того, как мы покинули Землю. К тому времени там уже должно было все развалиться. Давайте послушаем, что заставило их отправить нам послание. Может быть, это их последние слова? Надеюсь, они обошлись без сентиментальщины. Хорошо, я отправлю вам копию записи по... Запусти прямо сейчас, я послушаю, у меня встреча. 12.05. Но мэм сейчас только 10.00. И вот то еще, пожалуйста. Хорошо, запускаю. Говорит Земля, Земля Федоре. Надеемся, у вас все хорошо. Обращаемся к тем, кто нас слышит. Не знаем даже, как вам в этом сказать. Чарстен выключает, ты в эфире. Что? Что? Ах ты ж, ешкин. Профессор, вы слышали? Это странное послание. Его сложно было не услышать. Это что, первое послание с Земли? По крайней мере, на моей памяти. Интересно. Что за послание могла отправить умирающая цивилизация кораблю, которая никогда уже не вернется? Как думаете, что это значит? Учитывая, что только вода до сих пор его не обнародовала, это значит, что они думают, какую бы выгоду из этого извлечь. А что, если это не первое послание? Не сходи с ума, Гарольд. Какой смысл скрывать от нас послания? У них и полномочий таких нет. Хотя, если они собирались рассказать об этом всем, теперь это выглядит подозрительно. В этом послании может быть что угодно. Может быть у них для нас есть информация касательно нашей миссии. И что бы это могло быть? Если допустить, что... Да. А, это вы. Да. Нет. Несомненно. Что? 15% и речи быть не может. Да, конечно, увидимся. Гарольд, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Куда? Зачем? На ночь глядя. Кто это был? Директор только воды, разумеется. Попросила меня попрыгать. Че? К сожалению, она ставит на том, что мы прибыли немедленно, так что горячей ванне придется подождать. Она должна разблокировать нам проездные для срочной ночной поездки. Но почему? Что это нас нужно? Скоро узнаем. Пошли, не будем заставлять ее высочество ждать. Я говорю, Юра, я здесь необходимо успеть до перемен в общественном настроении. Заполучить преимущество первого хода и обратить ситуацию в свою пользу. Входите, входите. Сейчас, как вы знаете, время терять нельзя. Прошу прощения. Где мои манеры? Не желаете ли что-нибудь выпить? Я бы не отказался от кофе. У нас нет времени на кофе. Нужно спешить. Не желаете присесть, профессор? Спасибо, я постою. Сразу видно, делового человека. Мне это нравится. Но хватит болтовни. Нужно действовать. Из-за досадного происшествия с радиосвязью, мы вынуждены подвинуть расписание. Нам срочно необходимы хорошие новости о процедуре запуска. Да, пожалуй, это не помешает. А для этого вам, профессор, и... Вот вам. Нужно напрямую контролировать работу Сайруса. Мы не можем позволить себе непредвиденных задержек. Сайрус работает продуктивнее, если ему не мешать. Он, конечно, упрямец, как и их поискает, но в его добросовенности я не сомневаюсь. Профессор, моему старому сердцу будет спокойнее, если вы за ним приглядите. Или, может быть, ваш протеже с этим справится? Конечно, не против поболтаться, то есть присмотреть за Сайем. Если вам так хочется, мадам директор, мы проследим, чтобы Сайрус выполнил свою работу. Отрадно слышать. Спасибо вам обоим, что оказали огромную услугу только воде и этому кораблю. Мы готовы выйти в эфир. По расписанию. Для меня большая честь объявить вам, что наша программа «Новый Буй» уже принесла первые плоды. Представляем вам полную и оригинальную аудиозапись, представляющую собой первое полученное нами сообщение. Прежде чем воспроизвести сообщение, я хотел бы еще раз напомнить, что нам всем следует гордиться прогрессом, который приближает нас к новому запуску. Еще немного, и мы будем готовы к первой попытке, финальному этапу долгого пути к лучшему будущему для всех нас. Представляю вам сообщение, полученное в результате усилий корпорации «Только вода». Говорит Земля, Земля Федори. Надеемся, у вас все хорошо, обращаясь к тем, кто нас слышит. Не знаем даже, как об этом сказать. Когда вы улетели, ситуация на Земле оставляла желать лучшего. Это было смертное решение, и, пожалуй, на тот момент единственное верное. Мы не знали, стоит ли вам об этом говорить, но решили, что, возможно, это послужит вам утешением. Посреди ледяных пустошей глубокого космоса. Да? А, ну да, все правильно. Или, точнее, в теплых объятиях новой обитаемой планеты. Так вот, мы хотели сообщить, что нам удалось перевести дела в порядок. Воробьи успокоились, и проблемы, можно сказать, разрешились сами собой. Воробьи? Жизнь все еще далеко от одеяла, бананы больше не растут, от воды лучше держаться подальше. Но, в целом, мы вернулись к нормальной жизни. Земля выжила. Жаль, мы не можем подправить вам открытку. В общем, будьте здоровы, берегите себя, и, возможно, когда-нибудь мы получим от вас привет. Мы будем ждать. Вы еще здесь? Вам что, нечем заняться? Брысь. Так. Задание сбежать в лабораторию? Почему сбежать? Энергия на исходе, точка прибытия, станция подзарядка. Она же кровать. Надеюсь, Морони не захочет обсудить собрание. А, в смысле, что спать пора. Ну да, это... Так, поспать мне с чувствами не дадут, да? Здрасьте, профессор. Это что, новые чашки? Сам посмотри. Клянусь, я их заказал... Гарольд, просто посмотри. О, это этот камень синий. Когда ты потерял путь во тьме, копай глубже, чтобы найти выход. Хранители света. Удивительное дело. Очень необычно. Если хранители света смогли достать камень, и они знали, что он нам нужен, выходит, это кто-то, кто... Гарольд, время позднее. На сегодня потрясений достаточно. Давай оставим догадки на завтра? Конечно. Я просто рад, что те люди на нашей стороне. Пока похоже на то. Доброй ночи, Гарольд. Увидимся утром. Спокойной ночи, профессор. Все, я могу идти спать? Я надеюсь. О, отлично. Любимое задание. Пора спать. Че-то он все время наверх куда-то смотрит. Тот, кто допустил утечку сейчас, наверное, чувствует себя ужасно. Хорошо, хоть на этот раз проштрафился не я. Посмотрим, что принесет завтрашний день. День 18251-й. 252-й. День 18251-й. День 18252-й. День 18252-й. Сколько сейчас по твоему времени? Доброе утро, профессор. Сейчас? Я знаю, сколько сейчас времени. У нас полно работы. Как бы нам выяснить, кто такие хранители света? Мне бы тоже хотелось это знать, Гарольд. Но у нас есть дела поважнее. Наверное, вы правы. Чем я могу помочь? Отнеси Кэвин к Бригитте. Она подготовит все для анализа, с которым ты вполне справишься. Хорошо, сейчас же займусь. Еще кое-что, Гарольд. Запомни одну вещь, хранители хранителями. Но наша задача сделать жизнь на корабле стабильнее, а не наоборот. Знаю, знаю. Но я пошел. Я чинил 3D принтер. Я знаю. Все. Все получилось. Кто-то здесь нет никакой Бригитты. Я не хочу с ним говорить. Мне с ним не надо? Поговорить с секретарем. Ну ладно, может он знает, где она. Привет, Гарольд. Как там... Привет, Сай. Как там процедура запуска? Не очень. Работаю еще вагон и маленькая тележка, и все приходится делать одному. Это неправда, Сай. Мадам директор попросила меня присмотреть... То есть, помочь тебе. Что значит, попросила присмотреть? Ну, знаешь, видимо, она беспокоится о тебе. Вот это доверие. И правда, ведь это не я, а здесь главный эксперт корабля в молекулярных науках. Так, там несколько фаз. Первая связана с нашим состоянием. Мы знаем вес корабля, и то, что некоторые секции, заполненные водой, придают нам стабильную плавучесть. Из-за приливов и отливов мы находимся на медленной и длинной орбите. Так что, первым делом, мы выкачиваем часть воды с помощью корабельных двигателей, увеличивая нашу орбитальную скорость. Затем наступает фаза 2, когда мы достигаем определенной скорости, мы закачиваем больше воды в неиспользуемое ядро. Из-за этого мы погружаемся глубже к гравитационному колодцу, что сужает нашу орбиту, но сохраняет скорость, а значит увеличивает наш импульс. Прямо как фигуристы, когда присаживаются в пируэте. О, да, это видео крутые. Если ты говоришь слипы, а он их тебе одолжит. Так вот откуда ты взял эту идею. Нет, моя идея основана на серьезных научных принципах. Но, видимо, и правда хорошая. Но, видимо, и правда хорошая. Так я говорил, когда мы достигнем максимальной скорости, здесь самое веселое, мы выкачиваем всю воду. Не только воду, это было бы обидно. Используем дополнительную плавучесть, чтобы вырваться с орбиты. По траектории к поверхности планеты. Прямо как древний головоногий. Что? Да, именно. Откуда ты знаешь об этом? А, так я нашел книжку в лаборатории, называется «Властители глубин». Честно говоря, я надеялся, что это приключенческий роман. Хм, надо же. Короче, на третьей фазе появляются трудности. Так как плотность Федора все равно выше плотности воды, наша скорость будет снижаться по мере приближения к поверхности. Но, если мы сделаем все правильно, наш гравитационный маневр создаст достаточно мощный импульс, чтобы нам удалось оторваться от поверхности океана примерно на минуту. Как летучая рыба. Вот странно, нам будет увидеть небо. Внимание, Гарольд, это самая важная часть. Нам нужно запустить двигатели в тот самый момент, чтобы достичь второй космической. Чуть раньше они будут залиты водой, чуть позже мы пойдем обратно в океан. О, Сай, это фантастический план. Думаешь, он сработает? В теории, безусловно. Но что-то в моих подсчетах не так. Я все проверил, не могу найти ошибку. Например, временные параметры? Типа того. Если бы я не знал лучшее, я бы сказал само время. Ладно. Кстати, что Моро сказала о поручении Бадам-директора? Она сказала, что она тебе доверяет, и в этом нет нужды. Что, прямо так и сказала? Да. Зная ее, наверняка я просто хотела досадить директору. Вы к Сане, кстати, не виделись? Нет, да уже довольно давно. Кто такая Саня? С тех пор как расстались? Она сказала, что ей нужно найти себя. Уверен, однажды она вернется. У вас все было в порядке? Ну да, просто знаешь, мы все-таки разные люди. У Сани и так был ли как минимум два разных человека. Я рад, что обошел без всяких скандалов. Ладно, мне пора возвращаться к работе. Да, уж похоже, у тебя ее хватает. Удачи, Сай. Так, это все прекрасно, но мне нужна была... Бригитта, которой тут нету. А, а вот есть. То ли ее не было, то ли я не обратил внимания. Ну ладно. Привет, Бригитта. Готовы раскрыть этот камень? Разве нам не надо просто его проанализировать? Ой, Гарольд, какой же ты бываешь зануда. Ну ладно, на анализ этого малыша уйдет какое-то время. Я позову тебя, когда все будет готово. Здорово, спасибо, Бригитта. Да, Гарольд. Раз ты уже здесь, ты не поможешь мне с одним делом? Они все одинаково говорят. Ну, почему бы нет? Ну, разве... Добрось, я уверен, что ты справишься. Я хочу провести один маленький эксперимент. Пульт дистанционного управления конвейерами не работает. Я ставлю на Сайрус, а его кружки с чаем, которые он вечно забывает, а потом прокидывает. Я хочу, чтобы ты помог мне с ручным управлением. Это я могу. Я буду записывать и анализировать данные. Ну, поехали, видишь ту кнопку? Большая кнопка рядом с конвейерами запускает и останавливает их. С этим я справлюсь. Да-да, поменьше самоуверенности. Я буду направлять через ганг-говоритель по ходу дела. Угу. Ну, в общем... Я так понимаю, конец вот твоим конвейерам. Ладно, пойду. Сюда, что ли? Видимо, да. Итак, через конвейер проходят организмы трех типов. У каждого свой цвет. Славные, правда? Видишь, как я облегчаю тебе жизнь? Но пока тебе нужно созреть точь только на красных. Мы сравниваем их состав с заполученными данными. Только красные, я понял. Надеюсь. А то бы я забеспокоилась. Так вот, кладёшь их в зелёную машину и останавливаешь конвейер. Я ничего не понял. Ты можешь уже начинать беспокоиться. Красные? Вот так? Ага. Видишь аналитическое устройство? Запусти его. Интерфейс на довольно простой. Всего две кнопки. Это слишком много. Одна измельчает образец, а вторая покрывает его раствором наших любимых космические бактерии. Измельчить и покрыть. Понятно. Молодец. А я тем временем подготовлю записи данных. Я скажу, когда можно будет начинать. Жди моей команды. Тут как в комедии. Главное выбрать... Подходящий момент, да? Чё там надо сделать? Чё, нау? Ага, измельчить. Теперь нужно покрыть раствором. Я покрываю. Я справился. Ну-ка, покажи, что получилось. Как интересно. Так, нам нужно обработать ещё два образца для репрезентативного... Там чего-то, да? А что, опять красное? Честно, я думаю, какой-нибудь из образцов на меня нападёт. С моим-то счастьем. Идём дальше. Так. Измельчаю. А, ой, извини. Блин. Прости, Бригитта. Я забыл. Да что же красный считается, я надеюсь. Красный. Теперь, на следующий степень. Теперь. Ну, сейчас-то, наверное, что-нибудь начнётся. Или нет. Вон, во-во-во-во, едет какой-то красный камень. Окей, круто. На следующий степень. Теперь. Я суперпомощник. Учёного. Тоже интересно. Молодец, Гарль. Думаю, этого хватит. Зайди в операторскую и посмотрим на результаты вместе. Эти результаты... Похоже, наши каталитические бактерии производят всё меньше энергии. Это плохо, да? Да, но я не понимаю, почему. Ведь раньше с нами с ними были лицо в порядке. Ну, тут я тебе не советчик. Что могло измениться? Не знаю, я проводила тесты. Остальные переменные уровень pH, плотность не меняются. Мы скармливаем бактерии, бактериям ту же органическую часть, и фильтры я проверял несколько раз, они работают в той же мощности, что и всегда. А не может быть так, что на бактерии влияет что-нибудь вне корабля? Не исключено, что органическая материя испытывает какое-то воздействие, прежде чем попасть в фильтры. Но ни один из тестов, которые мы проводили, не выявил никаких принципиальных отличий. Странно. А количество энергии, которое они вырабатывают, сильно уменьшилось? Я не паники пока рано, Гаральд. Это просто тенденция, которую мы должны остановить. Если, конечно, мы не разработаем новую систему производства энергии. Никакой паники. Мне надо вернуться к Моро. Но если я могу сделать что-нибудь еще, только скажи. Я буду иметь в виду, Гаральд, и спасибо тебе. Сообщение. Гаральд, фильтровальная станция опять засорилась. Прочисти ее, пожалуйста, как следует. Щупается там подозрительное. Такое. Так, сюда, да. Как-то как следует. А, это опять эта дурацкая игра. Я не понял, как в нее играть. Ну, брат, у меня просто что-то как будто получилось, только я так и не... Я так и не понял, что, собственно, делать. Не, подожди, не сюда. А, да, что здесь было. Опять какая-то спираль. А, ну... Убери, почини, убери, почини. Сбегай туда, сбегай сюда. Принеси то, принеси сё. Бывает и хуже. Ну, разве не должно быть что-то еще? Что-то еще в этой жизни. Убери, почини, а беги все кругом. Погодите, что это за шум? Должно... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, да. Неплохо. О, прости, Гарольд. Привет, Томми. Прости, ты меня напугал. Да я и сам испугался. Зачем пожаловал на фильтровальную станцию? Да, знаешь, просто... Думаю, мне пора. Но ты только пришел. Может, я могу тебе помочь? Я просто... Искала Фрэнки фильтра на полу. Хуже его здесь нет. Этот парень скользкий, как угарик. Я его вообще никогда не видел. Ладненько, пойду я. Увидимся, Гарольд. Ну ладно. Пока, Томми. И что дальше? Ага. Ваш образец готов. Короче, надо пойти забрать. Хорошо. Почему не поешь, если не хотелось его перебивать, даже переводом. Кто хочет, тот прочитает. Не, ну он неплохо же поет. Поэтому я заткнулся. Ну, че там за образец? Привет, Бригитта. Привет, Гарольд. Закончили с образцом? Чего? Я здесь как раз за ним. Вот дурачок, я же тебе написала, что отправила его на полку с образцами. Оу. Прости, я не заметил. Как раз для этого и существует конвейер, чтобы мы не бегали туда-сюда по сто раз. А, вот для чего существует. Ты правда думаешь, что заставляет тебя снова сюда добираться только для того, чтобы его забрать? Да нет. То есть, наверное. Поцарился бы хаос, если бы бегали туда-сюда, таскали предметы лично, никто бы ничего не успевал. Угу, виноват. Пойду возьму его с полки. Хотя, раз ты уже здесь. Спасибо, Бригитта. Прости за беспокойство. Пока. Хе-хе-хе. Образец готов. Провести анализ образца. Ну, то есть... А, ну так он... Мне надо... Назад. О-о-о... Гоняют меня. Так, провести анализ образца. Видимо, надо вот это отсюда достать, да? Вон он, синий. Нет. Тут... Тут что-то много... А, там хорошо. Подсвечивается один. Надо вот эту штуку открыть, наверное, сначала. Так меня учили, да? А потом взять образец. И сюда его. Так, давайте посмотрим, из-за чего висит этот переполох. Угу. О, да, я вижу. Большие отметины. Плотная каменистость. Любопытный слой. Высока вероятность, что... Это фрагмент кометы. И судя по структуре, она прилетела... Из далекой-далекой галактики. Это же... Ого, господи, профессор! Вы меня... Мы думали об этом совершенно неверно. И данные указывают, что это против... Но это противоречит... Возможные последствия. Ого. В чем дело, профессор? Это пойти показания приборов. Кажется, я знаю, что они значат. О! И что они вам говорят? Слои этого камня похожи на углеродистый хондрит. Редкий, но аминокислоты... Определение возраста... Таблетка на дате. Отчеты... До чего? Наше окно для перезапуска. Этот образец позволит нам обнаружить закономерность. Сейчас мы находимся в двухгодичном периоде перерыва между постоянными солнечными бурями, и этот период заканчивается. А если мы не успеем, то ждем. Еще 80 лет. Большинство из нас не доживут до следующего. Ничего себе, так вы можете посчитать, сколько времени у нас осталось? Если мы по счету верны, два года периода спокойствия вот-вот закончатся. Тебе говорит, точно посчитай, вот-вот. А, вот, если точно, у нас осталось ровно 89 дней. Думаете, мы успеем? Хм. Радим, что произойдет чудо, и мы найдем новый способ запустить двигатель корабля. Мне нужно срочно перепроверить эти данные. О, о, дир. Какой кошмар. Хорошо, профессор, оставлю вас в покое. Так. Что-то у меня еще есть что-то. Сообщение. О, у меня какое-то сообщение есть. Эй, Гарри, это Феликс. Я тут узнал кое-что крупное. Очень секретное. Ты крутой чувак, так что, если хочешь узнать больше, встретимся в аркадах Агоры. А если кому скажешь, я отпущу твою рыбу в океан. Угу. Встретиться с Феликсом в аркадах Агоры. А, Феликс, это же мальчик этот, да. Ну, хорошо. Надо только... Ну, она мне не даст, наверное, сейчас уйти, не? И даст. Фух. Я думал, что это будет новое поручение. Ну, вот, далеко хоть и ходить не надо. Привет, Феликс, я пришел. Что там у тебя? Тихо. Погоди. Я не могу тебе ничего рассказать, пока здесь все эти люди. Ты хочешь дождаться, пока все уйдут? Да, только так. Ладно. Жаль, что я не сказал раньше, я бы книжку взял, почитать, что ли. А что ты сейчас считаешь? Последнюю книгу из серии «Четверка» с Францфедоры. Это «Зверь из глубин»? Нет, это плащ Персифоны. А, я думал, «Зверь из глубин» последняя вышла. Можете ошибиться? О, смотри, это «Черри Бофлсуп». Кто это? Да ладно, ты не знаешь, что такое «Черри Бофлсуп». Бофлсуп. Ресторанный критик. Я подросток и не читаю газеты. Ну, то есть комиксы, конечно, читаю, и колонка советов на самом деле отличная штука. Я почти уверен, что это «Черри». Тебе никогда все это не кажется странным? Все эти люди, у каждого свой дом, своя жизнь, свои мысли? Они даже не знают, что мы существуем. Ну, вообще-то они же нас видят. Да, но это не то же самое, верно? Наверное, ты прав. Как дела в школе? Что? Тебя Теннербаум отправил за мной следить? Крис? Нет. Я просто спросил. Школа, как всегда. Я пытаюсь сконцентрироваться на уроках, но это все так... бессмысленно. Я имею в виду, зачем вообще нужно учиться, чтобы заниматься тем, что занимается папа, и уже они точно не рассказывают нам о том, чем занимается мама. Но это нужно просто учиться. Никогда не знаешь, что тебе пригодится. Мне кажется, я узнаю гораздо больше, если буду изучать мир сам. Разве ты не можешь делать и то, и другое? Ты всегда сможешь изучать мир сам, но у тебя не всегда будет кто-то вроде Криса. То есть мистера Теннербаума, кто будет готов весь день тебе с этим помогать. Наверное, было бы круто знать вообще все. Ну все, уже все вы разошлись. Всем добрый вечер. О! А как я домой тебе попаду? Надеюсь, оно того стоило. О, ты не разочаруешься. Все чисто, следуй за мной. Сейчас куда-нибудь какая-нибудь будет канализация. Точно. Это, мой друг, мой туннель тайны. Похоже на обычную вентиляционную шахту. Узкую и темную. Они хотят, чтобы ты так думал. Вперед! Как тут уютно. Просто иди следом и доверься мне. Ладно, ты обещаешь, что никому не расскажешь? Кому мне рассказывать? Моро? Она опять скажет, что я придумываю сказки. Лучше все-таки ты расскажи мне какой-нибудь свой секрет, чтобы мы были в равных условиях. Ладно, так будет по-честному. Однажды я уронил кое-что в один из фильтров. И мне пришлось... Да, ладно, этот пойдет. Ой. Крыска бежит. Феликс, может, ты все-таки расскажешь, куда мы идем? Все в свое время. Это называется «Идем»? Слушай, Феликс, как хорошо ты знаешь эти туннели. Мы, случайно, не потерялись? Доверься мне, я тут практически живу. Если родителей нет дома, или, в общем, мне нужен свой тихий уголок, на корабле столько мест, о которых никто не знает. А они бы вообще тут пролезли? Скорее всего, нет. Да тут и я-то не особо пролажу. Я рад, что они даже не пытаются. Неужели все так плохо? Да нет, они нормальные, просто все время заняты. И много чего мне позволяют. Ты бы мог попробовать не влезать в передряги. Вот только не говори мне, что ты сам пойманщик. Хм, ну профессор бы так не сказала. Она ведь тебе не мама, да? Нет, но можно сказать, что она меня вырастила. Хм, а твоя настоящая? Ты уверен, что мы не потерялись? Уже недолго осталось, не волнуйся. О, куда-то все-таки доползли. Круто, правда? Я никогда не смотрел на это с такой стороны. У нас тут не очень разнообразные виды, да. Нужно находить новые углы зрения. Неплохо. Ты это где-то прочитал? Нет. По крайней мере, я такого не помню. Нет, спасибо. Жвачка. И потом, курение для тупых взрослых. А, хорошо, тогда я, пожалуй, возьму одну. Спасибо. Жвачка, беди сигарет. Его звали разведчик. Он решался ступать туда, куда не желали идти другие. Или не могли. Он не стремился к славе, но он был лучшим в своем деле. Он открывал новые земли. К нему пришли хранители света. Они предложили ему работу. Слабый духом принял бы деньги. Но разведчик работает один. Его нельзя купить. Лишь разведчик видит вещи такими, какими они есть. Какими они, какие они есть. Он глядывается в водные глубины, пока бездумная толпа рассматривает свои ботинки. Если бы только они могли понять. Разведчик это легенда. Мы пытаемся выследить его уже много лет. Если кто-то и сможете его найти, то это вы, агент Гарольдсон. Как думаешь, что теперь будет, когда оказалось, что с землей все в порядке? Все хотят лететь домой, но... Угу, это займет много времени. Слишком много. Пойдем дальше. Еще лезть. По канализации. Опять? Ладно. Видимо, сейчас он провалится. Судя. Блин. Ну, понятное дело. Харольд, ты живой? Вроде бы. Но у меня холодеет тело. А, это ты, скорее всего, приземлился в луже конденсата. Где я? Как мне отсюда выбираться, Феликс? Не знаю. Удачи тебе с этим, увидимся позже. И не попадайся никому на глаза, тут ты нас раскроешь. Ах ты козел малолетний. Забавно ослышать такое от того, кто только что нырнул в лужем. До скорого. Задание выбраться из шахты. Да, без этого я бы никак не догадался. Да, да. Да, да, 400%. Я свяжусь с вами позже в поводу... О, Слепмайер. Заходи и присаживайся. Мадам, директор, у меня для вас такие новости. Время, деньги. У нас такая опасная проблема с общественным мнением. Отлично. Теперь, когда вы опробовали мою новую сверхохлаждающую систему кондиционирования, что вы думаете о моей процедуре запуска? Вы ведь не хотите полагаться только на Сайруса? Да, кстати, об этом все еще слышу, этих прекрасных мышей в вентиляции. Значит, не так уж там и холодно, а стало быть, не так уж эффективно. Если ваша система не может даже распугать мышей, то каким образом она запустит двигатель? Хм... Не смею вам возражать, но мы включили ее... Но вы включили ее на максимум? Да, на 10. Я так и думал. Видите ли, максимум у нее 11. Ой, ее не надо. Я там... Ну, там мышь сидит. Но почему просто не сделать 10? Неважно. Окажите мне честь. Разумеется, вам всего лишь нужно немного надавить на рычажок. Вот так. Пока ждите пару минут, и ваши мышки превратятся в ледышки. Хорошо. Возможно, вам стоит собрать прототип. Через 10 дней мы устроим небольшую демонстрацию для населения. Получим финансовую поддержку, может быть, даже голосование. Похоже, ваша система не совсем безнадежна и впрямь замерзает. Да, то есть я хочу сказать... Хорошо бы еще пару дней на настройку охлаждающегося... Охлаждающего коэффициента. Никаких задержек. Это и так тянется слишком долго. Нам нужно показать деятельность. Вы меня знаете. Я работаю как ураган. Но без спешки. Все должно работать идеально. Ставки слишком высоки. Я буду работать с предельной аккуратностью. Но если вам удастся ускорить процесс... Слава большему, там, директор, вы все увидите. На демонстрации. А теперь... Отлично. А теперь повод от этого совместного бренда перчаток. Если я отсюда не выберется, скоро стану гаральдышкой. Ну так давай, куда-то выберем. О! Это туалет? Да, уже эта система кондиционирования правда работает. Будь здоров. Ну и денек, пора в кроватку. Да. Дайди уже, ну. Так. Туалет. А это была... Моя комната выше была, да? Вроде бы. От, не тысь. Ну вот. Сюда. Так. Мамки, Карли, где ты был? Где ты был? Простите. Иди сюда, скорее на поймите горячим чаем. Спасибо, профессор. Это звучит замечательно. Ну. О! О! Здесь живет профессор, видимо, да? Ну, у нее получше, чем у меня. Двухэтажная, смотри. Квартира. Ну, где ты был? Только попробуй сказать мне, что ты снова застрял в фильтровальных трубах. Да нет, то есть там была лужа, но... Ничего страшного. Самое главное, что ты здесь. Будь здоров. Выпей чаю, а чаю всегда легче. Да, думаю, так я и сделаю. Ммм, тепло. Ой, я чаю тоже хочу. Не забывай заботиться о себе. Минутка, час бережет. Я и забоюсь. Просто... В этот раз вмешались непредвидительные обстоятельства. Смягчающие обстоятельства? Чем это ты таким занимался? Ну, это немного сложно объяснить, но я был с Феликсом, и он показывал мне шахты. Там было очень красиво. Но потом и провалился сквозь решетку, прямо рядом с офисом директора. И с того, что я успел услышать, мне кажется, между Слипи и директором Костельчоп происходит что-то серьезное. Слипи? Ты сомневаешься, что он ей подходит? Нет, нет, не роман. Случало так, как будто Слипи работает над новой процедурой перезапуска. Что? Это было бы очень неприятно. Почему Костельчоп нам про это ничего не сказала? Я не знаю. Может быть, это Слипи хочет почему-то все сохранить в секрете? Я не верю, что Слипи сможет решить нашу проблему. Но если ему удастся убить в дом директора, случится катастрофа. Интересно, знают ли об этом хранители света? Вполне вероятно. Но мне пока не удалось понять, какой цель они добиваются. Угу. Столько всего происходит. Сначала они, потом эти новости, столько воды, потом... Тут камень, а теперь еще и это. Да, очень нестандартно, совершенно не вписывается в привычные модели. Возможно, все это как-то взаимосвязано. А ведь может быть. Слипи и директора что-то упоминали о самой процедуре? Да нет, только понял, что в этом как-то участвует изобретенная Слипи система кондиционирования. Интересно. Что ж, здесь эта странная закономерность продолжится, я уверен, мы скоро получим очередной таинственный кусочек пазла. Я буду на чеку. Да, молодец, только не падай в лужи. Постараюсь. Ну, а теперь пойдем спать, ты валя щас ног. Отличная идея, профессор. Будь здоров. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Гарольд, пожалуйста, не простудись. Я постараюсь. Спокойной ночи. Все. Я сплю. Нет Да, уж денек выдался неожиданный Надеюсь, завтра все снова будет как обычно Никаких сюрпризов, никаких приключений Старая добрая рутина Будь здоров Дурацкие кондиционеры Обидно будет проснуться в простуженном Все Бай-бай